Мы рады видеть вас в Сергиевском историко-коррелевическом музее. В Сергиевском районе ежегодно проходит конкурс детских, творческих работ на экологическую и темальскую. 2 июня в стенах Сергиевского музея подвели итоги проводимого уже в 13-й раз на территории муниципалитета конкурса «Чистый взгляд на родную природу». В нем ежегодно участвуют юные жители района в возрасте от 5 до 17 лет. В этот раз на суд жюри было представлено более 70 творческих работ. Мы стараемся каждый год менять темы, придумывать более, может быть, сложные для конкурсантов темы, для того, чтобы детки интересовались, изучали, погружались в эту тему, реализовывали себя в конкурсных работах. От рисунков на экологическую тематику до подделок и сбросового материала, фотографий и стихов. «Чистый взгляд на родную природу» – это большой конкурс, организованный отделом экологии, природных ресурсов и земельного контроля муниципалитета. Основная цель – обратить внимание подрастающего поколения на проблему переизбытка мусора. Участие в данном конкурсе – как еще один маленький шаг в привитии культуры бережного отношения к природе. Хочется сказать сегодня слова благодарности всем, кто принял участие в этом конкурсе и особенно организаторам этого конкурса, в связи с тем, что у музея есть прекрасная возможность в течение длительного времени показать всем жителям района именно ваше отношение к природе, понять им, как надо относиться к своей малой родине, к тому окружающему миру, в котором они живут. Победители и призеры определялись по трем номинациям – рисунок и плакат на экологическую тему, арт-объект из природного материала, бумаги или картона, а также литературное творчество. В их число входили еще и под номинации. «Первое место под номинацией «Мазачистый район» награждается Рудника Милана, воспитанница Сербийской детской школы искусств». Историко-кривический музей не случайно из года в год становится местом проведения конкурса. По его итогам работы становится частью большой выставки. Нынешний год – не исключение. Радовать глаз посетителей детские творения будут в течение продолжительного времени. Что до стихов в рамках номинации «Литературное творчество», то и их можно было послушать на церемонии награждения. «Хороша природа в моем крае, на ней с любого я гляжу. Свой калейдоскоп переключает, много ярких красок нахожу. Все цвета красивые, приятные, невозможно глаз здесь оторвать. От цветучих лилий, толстых маков, вишень, яблони, все они передать». Помимо дипломов и сладких подарков, победители-призеры стали обладателями денежных призов. Всего в этот день было награждено 25 конкурсантов. Победителями в своих номинациях стали Ярослав Пожидаев, Алина Чернова, Милана Руднева, Кристина Бережнова, Виктория Эгнатосян, Петр Субаев, Диана Никифорова и Иван Кириллов. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Второе место награждается Якушева Даня, ученицы пятого класса. Спасибо.